Жители Левобережья жалуются на стихийную свалку. Площадка для сбора бытовых отходов там превратилась в гору мусора высотой в 2 метра. Причем и ТСЖ и управляющая компания убирать его отказываются. Между тем, количество подобных несанкционированных свалок в городе перевалило за несколько десятков. Почему коммунальщикам до них нет дела и как изменится ситуация с внедрением так называемой дорожной карты по обращению с твердыми отходами, расскажет Светлана Еловнарова. Грода старой техники бытового мусора ветошь уже давно скрыла контейнеры для отходов. Местные жители говорят, что мусор отсюда не вывозили уже месяц. С момента постройки домов на улице Дмитриева площадку для отходов убирала управляющая компания. Два года назад собственники одного из домов отделились и организовали ТСЖ. Свои контейнеры отгородили, после чего и управляющая компания переставила баки на другое место. А местные жители то ли по незнанию, то ли по привычке продолжают носить мусор сюда. Договориться между собой и нанять одну машину для уборки у соседей пока не получается. Тем временем отходы гниют и могут стать источником инфекции. Тут уже и крысы бегают, и все, и собак очень много ходят, роются в этой мусорке. С 1 января 2017 года мячам придется платить не только за вывоз мусора, но и за его переработку и обеззараживание. Соответствующая строчка появится в квитанциях. Общественники и депутаты пока так и не сошлись во мнении, как рассчитывать плату за услугу с каждого проживающего человека или с квадратных метров. Сторонникам расчетной единицы на квадратный метр выступают управляющие организации. Они просто аргументируют. Во-первых, это проще считать. Нет необходимости вести постоянный учет граждан, проживающих, и, соответственно, найти затраты на содержание соответствующих лиц. Другая расчетная единица. Тут сторонники, граждане. Такого же мнения пока придерживаются и в администрации города. Ведь если на одинаковой площади живет разное количество людей, мусорят они тоже по-разному, а платить будут столько же. Необходимость этой платы появилась после того, как на федеральном уровне приняли так называемую дорожную карту или перечень нормативов накопления твердых коммунальных отходов и территориальной схемы обращения с ними. Согласно ему, отходы из контейнеров будут вывозиться на площадки накопления, а после на мусоросортировочную станцию. Их будут разделять, запечатывать в контейнеры и закапывать в землю. Построить такую станцию должны к январю 2017-го. Но пока на первый конкурс по выполнению проектно-сметной документации заявку никто не подал. Да и жители районов, в которых уже хотели построить станцию, высказались против такого соседства. Но закон-то выполнять надо. Поэтому в Омске пока ищут подрядчика в надежде, что успеют сдать объект в срок. Светлана Еловнарова, Павел Хадынский. Новости здесь, Омск. Новая схема обращения с отходами придется как нельзя кстати. Ведь единственный в Омске полигон по утилизации твердого бытового мусора официально уже не может его принимать. Так ли о мече много мусорят? И способны ли они убрать не только за собой, но и за кем-то еще? Чтобы это понять, мы решили провести эксперимент. Как бы случайно оставили пустую бутылку в холле торгового комплекса «Маяк Молл». Заранее попросили администрацию и клининг-службу ее не трогать. В надежде, что кто-нибудь из прохожих сам отправит пустую тару в мусорное ведро. Только через 15 минут эксперимента все же нашелся неравнодушный посетитель. Мужчина не постеснялся подобрать чужой мусор и выбросить его. Продолжение следует...